Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Друзья, я опять в огороде. У нас пока всё без изменений. Сейчас покажу вам сразу температуру. 4 градуса в тепличке. Друзья, в сегодняшнем видео хочу вам показать и рассказать, может кому-то пригодится, чем я буду укрывать вот здесь в теплице свои растюхи, когда перенесу сюда. В общем, расскажу, что у нас вообще в Швейцарии имеется в наличии, как я тут к этому приспособилась. А скорее всего у нас вообще почти ничего нет в наличии. Это в России вообще роскошь. Там чего только нет в магазинах, были бы, как говорится, деньги. А также можно на сайтах заказать. Но у нас, я также в комментариях многим отвечала, у нас в Швейцарии, во-первых, в Швейцарии они в Европе. Если вот в Германии, там можно всё-таки полегче. Там у них много интернет-сайтов работает и как бы можно заказывать. У нас, кроме, в общем, не буду называть, два сайта всего работают. Там выбора вообще никакого. Семян тоже нельзя заказывать. Семена у нас можно заказывать только на официальных швейцарских сайтах, по-моему. Там несколько и выбора вообще, конечно, сами понимаете. Ну, в принципе, всё, что и в магазине. Ну и, наверное, частным путём как-то можно у кого-то заказывать. Но в Швейцарии, по крайней мере, я этого не знаю. Может, кто знает, пишите. В Германии я слышала, что, да, очень много коллекционеры сами продают. Ну, в общем, у нас, не как в Германии, у нас всё с этим, как сказать, комплицерт и тяжело. То есть я за многим тоже езжу в Германию в магазины. Ну, вот что я, как говорится, у нас увидела и, как сказать, приспособилась к этому, как укрывать. Сейчас всё вам покажу и расскажу. Ну, а также сходим в магазин с вами, покажу вам, сколько это стоит и где я это покупаю. Вот, например, швейцарцы, они не заморачиваются. Видите, вот эти металлические дуги. Ну, я их не... Раньше, когда купила этот участок, от старого хозяина мне достались вот такие всякие дуги, но я их отдала. Во-первых, ржавеют. Во-вторых, косые, кривые. Ну, в общем, и также закреплять на них укрымной материал очень неудобно. Сейчас я вам покажу, как делаю это я. Во-первых, расскажу вам про укрымной материал. У нас, кроме как 17 грамм, вообще ничего не найдёте. Вот. У нас это проблема. Вот сейчас я не знаю, как... Скорее всего, может, Оксану буду просить. Вот, смотрите, друзья. Вот. И это везде, в любом магазине, тонюсенький. Ладно, как бы, ну, тоненький, но надо... Я один раз покупала в рулонах, такой толстый, белый, да. Но там он, как сказать, надо смотреть отметку, чтобы подходил, как сказать, не защищал, а то есть устойчивый к солнечным лучам, к непогоде и всё остальное. Вот. Потому что у меня был толстый, один раз я покупала в рулоне. Он где-то через месяц от солнца, я не знаю от чего, он весь в труху развалился. Этот тоже, конечно, но этот хоть сколько-то держится. Этот тоже разваливается. Вот, я не знаю, у нас негде, в общем, заказать такой материал, который действительно защищён, вот, как сказать, от солнца, от непогоды. Не сами растюхи, я имею в виду, а вот именно качество материала. Потому что я каждый год покупаю новый, потому что этот просто в труху. Он разваливается, он, как сказать, такой делает. Ну, в общем, вот вы, я, например, иногда его только начинаю снимать, он раз и весь рвётся, весь расползается. В общем, вот. Сейчас, друзья, покажу вам свои дуги. Кто меня уже давно смотрит, видел, как я это всё делаю. Ну, сейчас более подробно и расскажу, где я это покупаю. Видите, у них у всех тут металлические вот эти палки. И они, естественно, ржавеют. А у меня, вот, друзья, смотрите, вот такие у меня дуги. Есть у меня трёхметровые, это мне принесли с фабрики, ну, в общем, моей турецкой подружки, как сказать, её зять. Он принёс мне трёхметровые, в магазине не продаются. Так, сейчас, господи, тут всё. Вот они, эти трубы. Ну, мало ли, может, кто не знал. Конечно, огородники-то, многие про это знают. Но, тем не менее, ой, видите, у нас как тут всё тесно. Но, тем не менее, я вам покажу. Очень удобно ими пользоваться. И есть такие, как сказать, заглушки, которые вот прямо сюда заодеваются. Очень легко и просто. Особенно у кого короба или высокие грядки, ну, очень с ними удобно. Можно их и вообще прямо вглубь, очень сильно, как сказать. Можно вот, сейчас я покажу вам. Вот так, крест-накрест, если я так делала в прошлом году. Видите? Можно повыше. Вот сюда, например. Одной рукой. Вот. Видите? И так несколько-несколько штук. Как угодно можете их присоединиться. И они, во-первых, у меня уже, я не знаю, лет пять, так точно, четыре. Но я каждый год тоже подкупаю ещё несколько. Но очень долговечные, чистые. Помылись. Как говорится, дождём помылись. И всё. Вот эти металлические. Ну, я не знаю, конечно, кто пользуется. Может, вам удобно. Но вообще мне неудобно. И они ржавеют, ещё раз повторюсь. Вот, друзья. Сейчас пойдём с вами в магазин. И я вам покажу, где я их покупаю и сколько они стоят. Это двухметровые. Трёхметровые, ещё раз говорю, у нас не продаются. Но, наверное, можно заказать. А так мне их приносило, в общем, с какого-то предприятия. Взять, получается. Мои подруги, да. Друзья, вот такие чёрные, видите, штучки. Они очень хорошо держат. Я даже сверху укрывной и плюс плёнку. И вот, видите, защёлкивается. И прекрасно всё это держится. Так что, если кому-то вдруг интересно. Вот, друзья. Таким образом я укрываю свои грядки. Но сейчас уже, как говорится, укрывать нечего. Клубнику хорошо, что не укрыла. Пусть она под снегом стоит. Потому что всё равно бы она под тяжестью снега, весь этот бы укрывной, он бы опустился вниз, я так думаю. Ну, не знаю, в общем. Ну, по крайней мере, я сейчас буду так делать. Когда принесу все свои томаты, высажу в теплицу. Ну, всё вам буду, конечно, показывать. И вот под эти дуги всё так. Ну, как в прошлом году я всё это делала. Просто сейчас более подробно вам рассказала, чем я пользуюсь и как я, как говорится, какие дуги я делаю. Сейчас опять зайдём в мой магазин. И я вам покажу отдел, где я покупаю свои дуги. Вот смотрите, друзья. Господи, что они эти тележки с ягодами оставили на улице? Они же могли это всё просто завести в магазин. Так что сейчас зайдём, посмотрим. Друзья, идём мы с вами необычным маршрутом, как я обычно хожу здесь. Вот у нас огородный Аптайлем. А мы с вами идём в совсем другой отдел. Вот уже всё. Сколько грилей выставили. Куча просто, куча целых этих. Много-много грилей разных. И по разной цене. Вот у нас тут мебель для огорода. Ну, и это для частных домов. Потому что в наши огороды, сами видели, ничего не поставишь. Так, и мы с вами идём вот в отдел электроники. Вот, видите, тут у нас много разных всяких устройств для электроники, для, как сказать, не знаю даже. В общем, поняли, да? Вот, друзья, смотрите. Вот где я покупаю. Так, белых больше нет. Сейчас серые. Вот они. Можете потолще. Это, я так поняла, трубы, чтобы прятать провода. Вот. Стоит 3,40. Вот эта штучка, которая у меня раньше 2,80, кстати, стоила. Смотрите, как подорожала. Теперь вот это потолще. Вот они все двухметровые. 4,10. И вот есть совсем толстая. Ну, я не знаю, как её гнуть, конечно, но из неё зато можно классные парники делать. Вот. Разрезать тут какие-то переходники. Ну, в общем, я видела. Так что вот, друзья, это мои дуги, под которые я прячу свои растюхи и от солнца, ну и от дождя можно, от всего угодно, и от заморозков также. Вот. В электронном отделе я это покупаю. Белых, правда, нет. Уже только серые остались. Ну и сейчас крепежи поищем. Друзья, смотрите, все цветы сюда составили. Сегодня, видать, был привоз и всяких цветочков и им некуда складывать, потому что на улице холодно. У нас полка с разными удобрениями, а моего на основе овечьей шерсти и нету. Вот это да. Надо будет искать. Все. В этом году нет. А, нет. Вот оно. По-моему, да. Вот оно. Я уж испугалась. Вот оно, мое удобрение. И вот столько оно стоит. Так, а мы идем смотреть крепежи. Господи, я опять тут отвлеклась. Так, ну вот у нас отдел. Так, я сейчас посмотрю. Кстати. А, вот. Смотрите. Вот они эти штучки. 20 штук. 6,95. Это вот как раз они подходят к моим вот этим дугам. Вот они железные тут тоже продаются. Уже есть даже в комплекте с пленкой. Но это мне вообще не нравится металлический. Вот что у нас тут еще. Так, это от птиц разная сетка. Чтоб не клевали урожай. Надеюсь, у меня может еще какой-то урожай останется. Чтоб было что-то клевать. Так, друзья. Ну вот насчет укрывного. Так, а что у нас? Даже 17 нету. Ой, даже и мой раскупили этот белый. Тоненький. Где он тут? Сейчас гляну. Нет, есть только вот так колпаками. Нет, это какая-то пленка. Да, друзья, вот видите, даже и того нет наличия. Хорошо, что я зимой купила. И вообще ничего нету. Вот есть здесь какой-то... Подождите. А вот он. Вот. 17 тоже, как я вам говорила, грамм. стоит 5,95. Вот эта коробочка. Вот. И вот у меня как-то я вам говорила, вот такой был в рулоне. Сколько тут грамм? По 17 грамм. А у меня был даже потолще. У меня где-то был как вот этот. Где-то... Нет, это уже совсем толстый. Вот где-то вот так 40 грамм. Но белого цвета вообще весь просто в труху. Еще дорогущий. Он... Смотрите, сколько у нас это все стоит. Вот эти черные. Вот. У меня был такой же, но белый. Видите, сейчас есть белый. 18,95. Но 18 грамм. Надо посмотреть. Так. Видите, нигде не стоит, что он как бы от солнца. Потому что я на сайтах как-то видела. Там пишут, что как бы он защищен от солнца. То есть он не разваливается под солнечными лучами. А про этот тоже ничего не пишут. Только 18 грамм. И все. Ну вот, друзья, все, что у нас есть в наличии, чтобы защищать свои растюхи. Друзья, я уже пришла домой. Вот смотрите, что себе купила на обед. Ту пачку уже выкинула. Вот смотрите. Вот у нас две пачки купила за полцены. Сейчас кости буду гладать. Вот. Стоило по 17 франков. Сколько здесь? Даже не вижу. Сколько тут вес? Купила две упаковки. 648 грамм. Это кальпс. Телячьи косточки. Вот. Купила по полцены. Но сегодня уже надо готовить. Потому что дата. Только до сегодня. Вот. Себе сейчас сделаю две такие штучки. В общем, в пачке было две таких штучки. И стоило сейчас 8,55. Вот. Я не знаю, дорого, недорого, друзья. Но если бы по нормальной цене покупала, то 17. Сейчас вот еще картошечки три штуки положу. Вот. Это будет мой обед. Ну и одну пачку оставлю. Томасу он любит тоже косточки поглодать. Пасхаль не очень. Пока готовится. Пойду поотвечаю на комментарии. А также надо видео мне смонтировать. Ну а на сегодня все, друзья. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok